В городе Альметьевске Посвящение в моржи Здесь и председатель исполкома городского совета народных депутатов Галина Максимовна Грицишина Первый ее заместитель Фарид Хайрулович Мухамедшин Второй заместитель Рафаэль Лукманович Вильданов Кажется собрался весь город Возле Альметьевска берет начало знаменитый нефтепровод Дружба Более двух миллиардов тонн нефти добыты уже в Татарии Альметьевск центр нефтяного края У исполкома множество дел Прием граждан Забота о предприятиях и стройках О развитии города Нас же интересует работа по месту жительства Связь советов с людьми Главное это уважение к людям Когда человек чувствует это уважение У него хорошее настроение от этого И он гораздо больше сделает В день приема по личным вопросам Очень много вопросов и не можешь решить На данном этапе И конечно в эту ночь уже плохо спишь Галина Максимовна Грицишина Прошла путь от рабочего до начальника нефтепромысла Когда начинала работать Работали три смены Темнеет это еще не то слово Темно Третья смена начинается в 10 часов вечера И заканчивается утром в 6 часов Вот ночью от скважины к скважине в лесу Один человек идет Делает обход И сама Грицишина оператор Ходила так От скважины к скважине В исполком люди идут со своими предложениями и заботами А иных приходится приглашать Фарид Хайрулович Мухамедшин Возглавляет комиссию по делам несовершеннолетних За его плечами жизненный опыт Трудовой путь от слесаря на нефтепромысле До работника исполкома В Альметьевске Живет более 120 тысяч человек Город словно большая семья А в семье бывают разные дети Есть и трудные Каждый ребенок дорог городу И каждого кто оступился Надо направить на верный путь Готовить материал для направления ее в спецучилище Но она пусть знает Значит если она исправится Будешь себя нормально вести Как положено Устроиться на работу Эти материалы будут лежать ждать Стоит тебе бросить работу Или опять-таки попасть к нам Тут же будешь направлен на спецучилище Вот я предлагаю значит Такое решение Ну и подвергну штрафу Да и конечно подвергну штрафу Мать сегодня надо подвергнуть штрафу Стала его ругать, плакала Говорю зачем ты так ходишь Он говорит нам все Говорю больше не буду так опаздывать На другой день я поняла что-то неладное Пришли двое и спрашивали его Ну где-то мы конечно упустили что-то Не смогли вовремя дать Какое надо воспитание Чтобы не дошло до беды Депутаты горсовета взяли Трудных подростков под свою опеку То что мы уже взяли их на учет Это уже большое дело Взяли их всех на учет По всем школам По месту жительства И раскрепили по депутату Да к нам приходил такой депутат Интересовался Уже в семье какой-то толчок дает Уже общественное мнение какое-то создается В доме, в подъезде, среди соседей Невольно эти люди так сказать Настораживаются И больше внимания уделяют своим детям За этих мальчишек В исполкоме спокойны Ребят увлек спортом Рабочий Сергей Голубев Он стал их старшим другом И наставником А построить спортивную площадку Помогли совет общественности микрорайона И шеф из предприятий Такие советы общественности Есть в каждом микрорайоне В их составе Депутатская группа Активисты Представители правопорядка Совет помогает людям на месте Решать житейские дела Организует праздники Где соседи Лучше узнают друг друга У Мухамедшина Как и у всех депутатов Тоже есть подопечный Теперь парень стал лучше учиться Ну, наверное, сегодня Нельзя достичь каких-то больших успехов В решении любых задач Не работая по месту жительства И депутат очень много работает Ведь депутат работает В свое свободное время Конечно, есть семья Есть свои заботы И своя работа Но тем не менее Есть еще у каждого депутата Обязанность И как бы святое дело Помочь людям В трудную минуту Приходится работать И в выходные дни Прошел обильный снегопад Нужен дополнительный транспорт Чаще же воскресенье Занято общественными делами Кто-кто А Галина Максимовна знает Как много могут женщины-общественницы Будучи начальником промысла Она опиралась на помощь Именно женсовета Теперь женсоветы есть На всех предприятиях И по месту жительства Городская конференция женщин А потом выставки Блеснули мастерством Хозяйки И их дети Ренат Гемодель Исламович Галеев Первый секретарь горкома партии Он еще и член исполкома Знает его нужды Надо развивать детское творчество Есть нужда В новом дворце пионеров Нужна помощь предприятий Очень тесный контакт Он еще и складывается С теми руководителями Которые являются депутатами городского совета С ними гораздо легче работать Если какой-то вопрос не решается Мы руководителей своих депутатов приглашаем И говорю Ну вы же депутат Вопрос ведь надо решать обязательно А Клим Касимович Мухамедзянов Генеральный директор объединения Татнефть Депутат Верховного совета СССР Нефтянники построили основной жилой массив Два дворца культуры Спортивный комплекс А сколько построено по наказам избирателей Для депутатов прошлого Созова Было дано 38 наказов И сегодня можно сказать, что Выполнено 37 В общем-то это неплохо По наказам построено общежитие Для хлебозавода Троллейбусная линия Овощной магазин Молочный магазин Которые являются первой необходимостью В городе Но бывает и так Решил исполком строить новое кафе Дело нужное Люди сразу не поняли Вот, говорят, пивнушки строят Иначе нам письма писать Люди стали приходить сюда И вот мы когда несколько точек сделали И пригласили всех ветеранов Труда и войны Почетных граждан города Потом повезли, показали им И они очень одобрили Говорят, это нужное, хорошее дело Они соседям рассказали Другие еще соседям И все прекратилось Совет ветеранов Совет ветеранов повлиял на общественные мнения в городе Теперь в Альметьевск приезжают изучать опыт И эта забота общая Увлечь молодежь профессии отцов Депутат горсовета Дамир Махмутович Нуруддинов Герой социалистического труда Лауреат государственной премии Проводит занятия в клубе юный нефтяник Лауреат государственной премии Такой клуб, пожалуй, единственный в стране Здесь не скрывают от ребят Что труд нефтяника Хотя и почетен, но нелегок Это учитывает и сессия городского совета Обсуждая план социально-экономического развития На очередной год Да, условия труда очень тяжелые Дождь идет, снег идет Хорошая погода В любую погоду И зимой, и летом Работа нефтяника Она на улице И условия отдыха И в это Таких людей должны быть налажены Очень и очень хорошо В общении с людьми Исполком лучше узнает нужды горожан День открытого письма Стал в Альметьевске традиционным Будет ли решаться вопрос О продлении маршрута Автобуса номер один До площадки цехов Где находится Цеха Нефтепромысл номер один Пять В настоящее время Каждый цех использует Отдельные вахтовые автобусы Это пять-шесть автобусов Действительно, товарищи Район нефтепромыслов Один пять Это уже большой промышленный район И мы так считаем Что можно удовлетворить Просьбу работников Нефтепромыслов номер один и пять В кинотеатрах нашего города Очень низкое качество кинообслуживания В клубе имени Горького Что по этому вопросу Какая работа проводится Что я хочу сказать Что по обслуживанию По кинообслуживанию Жителей В общем-то там Определенная работа ведется Но действительно Само здание Находится в очень плохом состоянии И сегодня Планируется Начало строительства Нового двухзального Кинотеатра В республике Накоплен хороший опыт Организации работы По месту жительства Центром И организатором Который является Педагогический коллектив Как и в какой форме Планируется Организовать эту работу В нашем городе Согласно решению Исполкома горсовета В Альметьевске Организован Культурно-спортивный комплекс Объединяющий В своем составе Более 50 организаций Организации спортивных Организации Педагогических коллективов Школ города Торгующих организаций Всех тех Кто непосредственно Занимается с людьми Эта работа у нас Пока в начальной стадии Отверждены планы Работы культурно-спортивного Комплекса Я думаю Мы эту работу Будем развивать В городе создана Неплохая спортивная база Каждый горожанин Может заниматься Любимым видом спорта И заместитель председателя Исполкома Вильданов Сам увлекался борьбой Когда был мастером настройки Сейчас он возглавляет В городе Федерацию борцов Конечно Одного спорта Мало Молодежи пришлись по душе Вечера Которые проводят Комсомольцы С депутатской группой Микрорайона Тут и конкурсы Молодых хозяек И показ новых мод А в исполкоме Думают о будущем города Городостроительный совет Обсуждает план развития Альметьевска До 2000 года Город Приветствует своих новых граждан Начало нового века Совпадет с их совершеннолетием Каким они увидят Альметьевск Тут надо все продумать Учесть пожелания людей С которыми они идут в исполком И к депутатам по месту жительства Сделать, чтобы каждый микрорайон Был удобен для жизни и отдыха Проекты уже становятся реальностью Поднимаются корпуса Чулочно-носочной фабрики И в новом учебном комбинате Готовятся кадры Растут новые кварталы И новоселам вручаются ордера Идет время Решаются одни проблемы Возникают другие Всегда открыты двери исполкома Если сегодня человек живет хорошо Завтра он должен жить лучше Всегда у людей будут личные вопросы И, наверное, вот эта связь Людей со исполкомом Она вечна И всегда будут людей идти в исполком Потому что те вопросы, которые ставят Советская власть должна решать На самом высоком уровне Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова